Кот Матроскин Кот Матроскин Кот Матроскин Кот Матроскин Кот Матроскин Не могу с ним разговаривать Ворчит Шарик У меня язык не поворачивается А давайте мы ему письмо дружеское напишем Предлагает Печкин Вам делать нечего? Вы и пишите Согласился Шарик Печкин достал из почтовой сумки ручку, бумагу И начал писать Матроскину письмо Дорогой мой Матроскин Так, правильно? Правильно, говорит Пес Я тебя обругал с дуру Больше не буду Как это не буду? Возмутился Пес Как у меня нервы взвинтятся Я ему и не такое скажу Ладно, понял Печкин Запишем так Я тебя обругал с дуру И еще буду Так, правильно? Так, правильно, соглашается Шарик Теперь о чем писать? Не знаю, говорит Шарик О чем хотите, о том не пишите Когда не знают, о чем писать О погоде пишут Говорит Печкин Вот и пишите о погоде Печкин стал продолжать Погода у нас хорошая Мороз и солнце День чудесный Какая хорошая Какой чудесный, кричит кот Метель Третий сутки на сайт высунуть не дает А вы не мешайте, гражданин кот Основил его Печкин Когда будет Ответь писать Про свою погоду и напишите Не буду я ему письма писать Сердит скот Он и читать-то не умеет Ему письма надо вместе с почтальоном доставлять И тут мимо окна Грузовая машина почта проехала Печкин как закричит Стой, стой, назад Чего это так, назад? Спрашивает Шарик А ничего, отвечает Печкин Застрянет сейчас Там снега у почты бралось с метр Никто убирать не хочет Никому нет дела до нас, почтальонов И точно, машина завязла Матроскин, Шарик и Печкин на улицу выскочили На улице красиво Снежинки падают Каждая размером с блюдца Такие красивые хоть в холодильник складывай Солнце заходящее, снег золотит И мороз не очень сильный Тридцать градусов всего И дрова лежат березовые под навесом Благодать Но почтового Шофера Олега Харитонова Это все не радовало Он вообще-то природу любил Даже очень любил Но когда с машиной Неисправности были Он обо всем на свете забывал И тогда говорил По мне этой природы Хоть бы и вовсе не было Он толкал машину, толкал И Шарик с Матроскиным толкали И сам Печкин толкать пытался Все без толку Ну все, говорит Печкин шоферу Теперь вы здесь точно до весны жить будете Это как так до весны? Поразился шофер Харитонов У меня же семья в городе Работа Мы трактором машину вытащим А так, отвечает Печкин У нас на селе ни одного трактора не осталось Все тракторы в город уехали Почему это не осталось? Кричит Матроскин А Тартармитя на что? Побежал он в сарай Тартармитю завел И еще корову-мурку из сарая вывел И теленка-гаврюшу Так что к двадцати лошадиным силам трактора Еще две коровьих силы прибавилось Одна котовая и одна собачья Кое-как вытащили бедный грузовик Чтобы шофер здесь до весны не учился Шофер Харитонов говорит Вот, почтальон Печкин, вам телеграмма А телеграмма была не почтальону Печкину А Шарику с Матроскиным Готовьтесь к встрече нас и Нового года Тачака Мы к вам едем на Запорожцы Тачака Папа и дядя Федор Тачака И все обрадовались Про ссору забыли Стали думать, как лучше Новый год встречать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова